Трудные места с библейским порталом экзегет Ну, знаете, ответить очень кратко я могу прямо в двух словах Не знаю, почему одни люди отпали, другие не отпали Я не владею тайнами человеческих судеб, чтобы отвечать на такие вопросы Но вопрос, очевидно, не так прост, чтобы мне сказать, что Солонская церковь не отпала Потому что там, не знаю, что-то назвать, да, Солонская или Фессалоникийская Это, в общем, два названия города Сегодня часто говорят Солоники, в древности говорили Солунь А греческое название Фессалоники Город на севере нынешней Греции Итак, я прочитаю, может быть, с самого начала этой самой главы Третий, чтобы было понятно, если на дальний перевод И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни Послали Тимофея, ему послания, кстати, тоже были Брата нашего и служителя Божия, сотрудника нашего, благовествования Христовым Чтобы утвердить вас и утешить вере вашей Чтобы никто не поколебался в скорбях всех Ибо вы сами знаете, что так нам суждено Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать Как и случилось, и вы знаете Посему я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей Чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш Ну, то есть, все плохо Я так очень кратко и примитивно пересказываю Я вам заранее предупреждал вас заранее, чтобы все плохо будет Ну, че, ладно, потерпим Ну да, и это достаточно, чтобы они потерпели Ну, во-первых, что за страдания имеются в виду? Я думаю, что не злая теща, глупый начальник, там, не знаю, сварливые соседи А какие-то гонения Судя по всему, Павла самого изгнали из Фессалоник И, очевидно, люди, которые там остались, христиане Они были, скажем так, очень беззащитны перед лицом местной власти Которая явно не симпатизировала рождающейся христианской общине Какие конкретно страдания, мы не знаем Насколько эти гонения были серьезны Это еще самая середина первого века, да, это где-то ранние 50-е годы Значит, нет еще каких-то массовых там гонений, которые потом в Риме возникнут Ну, есть, скажем так, по инициативе местных властей И почему же они не отпали? Ну, во-первых, я бы сначала рассмотрел другой вопрос, который вы не задавали Но который, мне кажется, здесь абсолютно подразумевается Почему же Павел говорит Я вас предупреждал, что вы будете страдать? Потому что христианство — это такое терпение скорбей, да? Вот, все плохо, но мы терпим И надеемся, что Бог нас наградит Мне кажется, это какое-то очень мрачное понимание христианства Знаете, есть такая карикатурка, она мне очень нравится Стоит женщина перед церковной лавкой, там книги продаются И там написано «Перенесение скорбей», там «Память смертная», «Мученики» и так далее Вот все такое И она спрашивает, а про любовь-то что-нибудь есть? И на нее с недоумением смотрит продавщица Какая любовь? Страдания? Вот такое христианство абсолютно не привлекает Ну, меня нет Не знаю, как вас, может быть, кого-то Меня нет В общем, я не знаю людей, которых бы оно привлекало Такое мазохистское несколько христианства Давайте мы будем страдать И радоваться тому, что мы страдаем Конечно, нет Но, смотрите, это же не первая глава послания Тут уже много этих глав было Это третья, да? И в первых двух главах у Павла Ну, прямо-таки Такой гимн радости По поводу фессалоникийцев По поводу того, какое они Проявили веру на деле Вера — это, в данном случае, не совокупность убеждений Или эмоций, переживаний У многих вера такая эмоциональная Я там захожу в храм, умиляюсь И вот здорово все А вера, прежде всего, действие А вера, прежде всего, принять Иисуса как своего Господа и Спасителя О Котором они говорят И пример фессалоникийцев становится По окрестным городам Примером обращения Другие люди смотрят на этот пример И думают, да, значит, в этом что-то есть И нам бы попробовать, раз у фессалоникийцев Все так получается Уж, наверное, если бы фессалоникийцы Просто сильно страдали по этому поводу Это никого бы не вдохновило, да И на самом деле часто бывают Смотрят люди на таких христиан С скорбными лицами Как будто у них постоянно болят зубы И думают, нам-то это зачем? Ну, что в этом хорошего? Чему тут подражать? Но вместе с тем, мне кажется, Павел Очень твердо и реалистично говорит Что, смотрите, никаких розовых соплей Будет и своя цена Будет свои испытания И он причем с самого начала говорит Кто будет страдать? Мы будем страдать, да? Он говорит, но кто мы? Мы, когда были у вас То есть он Мы в данном случае, говорит, не мы с вами А вот мы, Павел, его спутники Тимофей прежде всего, да? Которые тут тоже упомянут Мы претерпеваем гонения И поскольку вы понимаете, что вы вступаете на тот же самый путь Ждите подобного для себя Это не прогулка по саду благоухающему Цветами с приятными напитками Плодами с висающими светок Это жизнь, в которой есть место горе И мы заранее вам сказали Но не про вас, про себя То есть смотрите, какая деликатность Проповедник страдания Это довольно жалкое зрелище Потому что он других людей призывает к страданию Или предсказывает им это Павел предупреждает о себе Он говорит, я вступил на этот путь Это будет нелегко Вы решайте сами Я никого не тащу Я показываю, какой может быть цена И смотрите, что делает он Он не говорит А вы там давайте терпите вот это все Терпеть вашу задачу Абсолютно нет Но и не говорит какие-то вот такие Розово-воздушные слова ни о чем У нас вот любимое слово Держись Я понимаю, что люди, которые его говорят Они имеют в виду самое хорошее Но меня немножко коробит Вот представляю себе Человек висит над пропастью Одной рукой там ухватился Он говорит, держись, держись Ты помоги его вытащить Если можешь Ну, если не можешь Ну, хотя бы дай ему понять Что ты понимаешь, как ему тяжело А держись это Вот, возьми себя Зажми в кулак Тряпка безвольная Что ты, не мужик, что ли Павел так не говорит Вот, смотрите Он посылает Симофея Своего брата и служителя И сотрудника, да Для чего? Для того, чтобы их Как бы уговорить Или там проверить Послал узнать О вере вашей Не искусыл ли вас искуситель То есть Павел не берет в себе власти Над общиной, которую он создал Мог бы Почему нет? Он лишь посылает узнать Как у вас проходят дела Смотрите, когда Нам по-настоящему плохо Мне кажется, что Первое, в чем мы нуждаемся Это именно сочувствие Нет, конечно, помощь Конечно, разные другие вещи Но Сочувствие Заинтересованность Другого человека В том, что с нами происходит Как нам Вот возможность Выговориться Рассказать Он посылает Тимофея Именно с этим Но одновременно Он их предупреждает Узнать о вашей вере Не искусил ли вас искуситель А искуситель Здесь много в этом послании Таких мест И мы можем подумать Что речь идет о сатане Я думаю Более или менее Будет справедливая Эта мысль То есть Что Страдания могут стать поводом Для того, чтобы отпасть Для того, чтобы потерять И как он говорит Он не говорит И вы там, допустим Отпали от веры Или там И вы предали Христа Да Громкие были бы слова Как люди любят бросаться Такими словами И не сделался Тщетным труд На что он говорит А что значит его труд А он Создал эту церковь Он ее насадил Он ее Вырастил Можно сказать В зародыши Хотя Понятно Ему пришлось Довольно скоро уехать Но Он продолжает ее растить При помощи переписки Но он ей не командует Он говорит Это мой труд Я вложился Я понимаю Что Любой труд Он может пойти прахом Да Вот Строишь А оно разваливается Сажаешь А оно не вырастает Или там Что-то еще делаешь А результатов нет Это конечно грустно И обидно Но При этом он невероятно Уважает свободу Этих фессалоникийцев Он не диктует Он бурно радуется В первых главах О том Как у них все хорошо Он выражает Очень осторожно Очень мягкую заботу О том Что может быть Все окажется зря Если они не устоят вере Да Какой был вопрос-то Уже я почти забыл Почему Солонская церковь Не отпала от Христа Несмотря на гонения Вы знаете Мне кажется Во многом Именно поэтому Потому что Павел Так с ней говорил Потому что в нем Они видели образ Христианина Пастыря Вообще любящего Христа Человека Который Не командир Который Вот заботливый Садовник Который Любящий друг И отец Вот может быть Именно поэтому Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Продолжение следует...